Всем привет! Сегодня мы нарисуем скетч огурца в маленьком скетчбуке Art Creation. Если вы хотите научиться рисовать без карандаша, то вам понадобятся линеры разной толщины. Для наброска берите самый тоненький линер, а потом обведете его толстым. Нам с вами предстоит нарисовать три огурца на вытянутом поле скетчбука. И я хочу начать с того, что вот этот вот первый огурец, который самый видимый, вот здесь вот он, я его нарисую на мель его форму. Видите, тонкий он рисует почти невидимо. Намечу его форму. И вот до края я не буду доходить, потому что у меня тут еще должны быть такие светульки. Я хочу их сохранить. И вот смотрите, я делаю не непрерывный овал, а как бы намечаю его форму. Намечаем огурец, который торчит из-за него. То есть он как бы спрятался, но я понимаю, что он чуть-чуть выше будет, чем этот огурец. И в этом случае чуть-чуть короче перспектива. Поехали. Делаем невидимое. Вот отсюда он как-то выходит. Потом вот так. Здесь я сделаю неровную линию сразу. Закругляю попку, она такая ровненькая у огурца. Ага. И вот сюда огурец будет лежать вот так. Я намечаю такой овал невидимый. И в доле этого овала я рисую дрожащую линию такую пырчатую форму огурца. Закругляю. Теперь я нарисую пупырышки на огурцах. Стараюсь рисовать их в тех местах, в которых они есть. И выглядят они такими галочками. И смотрите, мы намечаем просто кончики вот этих пупырок. Мы не рисуем прям большие вот точки. Почему? Потому что мы это сделаем цветом. Вот здесь внизу их, мне кажется, больше. Или они просто темнее, поэтому мне кажется так. Окей. Дальше идет, скажем так, посложнее тема. Мы нарисуем листик. Или цветочек. Что вы хотите? Давайте цветочек. Значит, отступаем некоторое расстояние. Не очень большое. И смотрим. У него в основании такие тычинки. И получается такая черная точка. Возле нее. Возле нее такие овалы. Прям прилипают. Раз. Два. Наверх этот овал превращается в такой скругленный треугольник. Три. Четыре. Пять. И вот там внизу шестой. Шесть таких тычинок. Вокруг они окружены, скажем так, пентагоном. То есть. Пятиугольным. 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 Пятиугольным формой. Пятиугольным пространством. И у нас понеслись лепестки. Немного изогнутая линия в эту сторону. Сюда. Середина. Смотрите. Она чуть-чуть неровная. И вот так. Отсюда. Вниз. Раз. Два. Три. Вниз. Раз. Два. Три. Вниз. Следующий лепесток. Он большой. Середина у него как улыбочка. От соседнего лепестка идет довольно прямая линия. Вот так вот. Тынь-дынь-дынь. Оп. И вот здесь. Здесь близко. Кругло. Раз. Два. Ребят, сейчас я немножко поправлю камеру. Вообще ладно. Вроде ничего изображения, да? Так. Вот смотрите. А сейчас я нарисую не следующий лепесток, а противоположный. Почему? Потому что он сверху всех лежит. И смотрите. То есть его центр будет относительно вот этого места находиться. Напротив. Здесь такой раз. Закругленный. Края его будут в эту сторону. И вот этот сюда. Отлично. Теперь смотрите. Центр этого лепестка будет близко к краю этого листика. Начинаем здесь. Здесь тоже аккуратно. Добавляем видимые складки на лепестках. Так как у нас вот этот фломастер может рисовать и толсто и тонко. Только потому что мы можем нажать и отпустить. И толщина линия будет меняться. Этим я и пользуюсь сильно. И отпускаю резко. И у меня получается утоньшение. Он становится более деликатным. Здесь вот так. То есть в скетче мы вот эти вещи можем спокойно прорисовать линером. И тени, которые я вижу, я выполняю штриховкой. Вы можете их просто повторить и вы их увидите, когда начнете повторять. Отлично. И, собственно говоря, листок. Листок у нас выныривает. Продолжая, скажем так, ось вот этого огурца. Он выныривает вот там пониже. Это вот центральная линия. Листки у огурца тоже состоят из пяти частей. То есть почти как кореновые листики. И здесь мы видим его нижний край. Он довольно гладкий в начале. А потом он такой сильно ребристый. Вот прям такая волнистая линия. Идет сюда тоже выступает, уходит под огурец. Вот здесь от этой линии идет вторая линия. И она начинает формировать волну. И в какой-то момент мы соединяем с этой стороной. И вот там она надо нарисовать немножко нижнюю сторону. Вторая часть уходит под цветок. Там она продолжается. И здесь в районе лепестка уходит наверх. Центральная прожилка листа через вот такие остановки уходит к огурцу. И его зубчатый край будет сюда. И прожилки, само собой, мы можем повторить. Конечно, не все. Но попытка не пытка. Вообще, когда вы рисуете за мной на стриме, постарайтесь, когда я работаю с деталями, все-таки посмотреть на референс и порисовать эти детали, глядя на референс. А на мою работу поглядывать так. То есть не то, чтобы прям срисовывать мои работы, а попробовать повторить направление линии. Я знаю, что сейчас в начале это довольно сложно. Но не выбрасывайте эту тренировку совсем. Не отказывайтесь от нее. Потому что она очень важна. Так. И у нас есть завитки. Сейчас сделаю здесь завиток. Вот куда-нибудь сюда. Вообще здоровская композиция фотография. Мне нравится. Вот смотрите, мы нарисовали первый набросок. И что можно сказать о нем? Цветок очень яркий. А огурцы пропали. Да? Это очень прям читается. То есть все линии четкие, кроме огуречных. Что я сейчас могу сделать? Я знаю, что самый главный огурец это вот этот вот. Вот этот. И поэтому я сейчас возьму линер потолще. Пятерочку возьму. 0,5. И я ему сейчас отрисую форму с пупырками. И вот смотрите. Одной вот этой толщиной я вытащила предмет вперед. И вот этот огурец я тоже сейчас обведу. Потому что они у меня находятся на одном уровне в данной ситуации. Конечно, край вот этого листа, именно нижний край, я тоже обведу более толстым линером. И вот эти завитушки. Я тоже их сделаю. Видите, у меня получились такие разногласия, разночтения. И я просто сделаю потолще. Благо эта завитушка находится ближе всех. Смотрите, я сделаю ей толщину. Опускаю вертикаль вниз. Повторяю форму. Ну, так утрировано, конечно. Ну, вот здесь, продолжая эту прямую линию, отчерчиваю снизу. И насквозь провожу здесь. В данном случае умеличиваю толщину. Завиток у нас находится вблизи. Он самый ближний к нам. Поэтому его можно выполнить самой толстой линией. Тоже самое можно проделать и с соседним завитком. Прерываем, потому что мы уже построили форму. Мы сделали из завитульки такую плоскую ленту. На самом деле он похож на такую плоскую, как на бумажную ленту. Так, и что еще можно сделать? Можно край вот этого лепестка тоже обвести. Подолще. И выделить серединку. Вот, собственно, вот такая простая работа. Ну что, перейдем к цвету. Закрываем линию. Закрываем линию. Я беру мои краски от гаммы. Куда-то только делась оливковая. Ничего не мешаю. Так, и, конечно, мои кисточки. И сегодня будет в этой работе участвовать пятый номер Рублева. Колонок. У меня длинная ручка. Я давно не работаю за мольбертами. И длинная ручка, в принципе, не нужна. Но вот на тот момент, когда я покупала кисть, не было подобной толщины с короткой ручкой. Пришлось взять длинную. Если вы не работаете за стропом, то есть за мольбертом, берите короткие ручки. Супер. Промою кисть. И в целом мне нужно в скетче выделить всего два цвета. Взять этот цвет цветка и, собственно, цвет огурца. В скетче я не буду прорабатывать все нюансы, переходы тональные. И там... Я проработаю цветом только тени. Итак, я беру... Мне хочется взять желто-оранжевую. Вот такая темная. У меня бумага кремовая, поэтому просто желтая может оказаться очень светлой. А так как тень, если вы посмотрите на референс, очень похожа на этот оттенок, то я его, собственно, и возьму. Итак, желто-оранжевую. И что я делаю? Я раскрашу этот цветок только по теням. То есть, где я делала штриховку, условно говоря. По прожилкам можно пройтись. Причем, посмотрите, я работаю не кончиком кисти, а делаю широкие маски. Прямо кладу и так раз. Привем. Этим и отличается, собственно, скетч от полноценной работы. Нам надо выхватить из натуры общее впечатление. Вот где вы видите освещенной части, там оставьте, не раскрашивайте. Пусть там будет как будто это блик. Вот яркий свет оставляйте, не раскрашен. Цвет у нас только в тени. И я возьму. Так. Давайте я возьму темно-зеленую. У меня в данном наборе нет классической травяной зелени. Возьму темно-зеленую. Смешаю его с желтым кадмий. У меня получится травяная зелень. И я этим цветом пройдусь по нижней части огурца. В обоих смыслах, так сказать. И по точкам, вот по этим. Этот огурец не раскрасила. Вот этот я тоже точками возьму и раскрашу. Он в тени. Дальний я раскрашивать не буду. А листик, наверное, надо раскрасить. Для этого я возьму просто темно-зеленую. Готовую темно-зеленую. Во всех наборах она есть. И аккуратно пройду за огурцом, за цветком. Спокойно его прокрашу. Вот тот дальний огурец я оставляю не раскрашенным. Можно взять сейчас просто желтый кадмий. Вот так на палитре. На кончик кисточки. И прям им пройтись по прожилкам. Аккуратненько. Вот здесь вот в край положить. Пусть он там смешивается. Собственно, все. На этом скетч закончен. Осталось только поставить подпись. Не забывайте подписывать свои работы. Ведь картина без подписи художника меньше ценится. Ну и давайте тоже разбиваем их в нашем opinionе. 돌아йте за ним в последнее время. Вот так вот за таким.